Приветствую вас, и как, наверное, понимаете, такой резкой перемены отношения к вам у мужчины взяться не могло. То есть человек, если он не болеет истерией, и у него нет психического расстройства, не будет так резко менять своё отношение к любимому человеку, к любимой женщине и, собственно, к её ребёнку. Значит, что-то произошло такое, что выбило мужчину из колеи. Вы не описали конкретного момента и сказали, что просто вот вчера. Ну, допустим, что действительно мужчина вот так вот внезапно изменил к вам своё отношение. Тогда давайте проведём такое небольшое расследование. Значит, что можно сделать? Вот последний момент, когда он относился к вам ещё хорошо, последний момент. И потом, после этого, момент, когда он относился к вам плохо. Что произошло вот в этом промежутке? И вот именно это его спровоцировало. Если у вас есть основания полагать, что провоцирующий фактор, раздражающий фактор, есть нечто стабильное, нечто постоянное, как, например, его мама, с которой он в любом случае будет общаться. Ну, я надеюсь, вы понимаете, и так далее. То то, что произошло, является естественной притиркой. Допустим, мама надавила на вашего мужа, сказал ему, что вот жена тебя не уважает, там, что-то ещё и так далее. И он поддался ей, значит, в пылью, и сейчас он уехал от вас. Но вы же понимаете, что ваша мама, его мама будет говорить такое постоянно. И мужчина либо выработает в себе какой-то личный защитный механизм против этого, либо согласится со своей мамой окончательно и поставит вам условие. Либо вы свою фамилию, собственно говоря, меняете на фамилию мужа, либо он от вас уходит. Поскольку это, как мне показалось, для вас, ну, скажем так, не совсем приемлемо, то можно предположить, можно сделать вывод о том, что в этом случае вы расстанетесь. И мужчина, наверное, скорее всего это знает. Именно поэтому он от вас сейчас ушёл. Ему нужно помыть без вас, чтобы переосмыслить моменты. Чтобы понять самому для себя, а что же, собственно говоря, ему важно. Что же, собственно говоря, ему важнее? Формально, с фамилией или вы сам? И на этот выбор вы повлиять не можете никак. Если он сделает свой выбор в пользу вас, с большей долей вероятности можно утверждать, что таков выбор будет его всё время. То есть мама будет на него давить, но он ещё не будет так сильно реагировать. То есть он к чему-то придёт сам для себя. Если же его выбор впадёт на формальность, на условия, то лучше пусть это будет сейчас. То есть раньше, чем это будет постоянно отправлять вам в вашу совместную жизнь, жизнь ребёнка и, по сути дела, просчитать её в ад. Лучше пусть это будет сейчас, пусть это будет такое вот, скажем, окончательное решение. Пусть он сейчас всё для себя выяснит. И уже тогда, спустя какое-то время, объявит вам о том, что он, собственно говоря, решил. И важно понимать, что в таких ситуациях мужчину лучше не трогать. Лучше не давить, не отвлекать его. Захотел уйти? Хорошо. Пусть ушёл. Но вам, если он вернётся, нужно дать понять ему, что вот так просто брать и уходить, когда хочет и когда хочет приходить, он не может. Вы такого отношения к себе не потерпите. Это унизительно, неуважительно и, по сути дела, ставит под сомнение ваше равноправие. Вот именно это донести ему и нужно. Показать. А так, по факту, просто наберитесь чуть-чуть терпения и подождите, пока он что-то решит. Уверен, он сам переживает очень сильно, раз не произошли такие изменения. И уверен, что он ещё будет перед вами очень много раз и сильно извиняться за свои слова. Но приложите все усилия для того, чтобы дать мужчине осознать, что вы повторно такую ситуацию терпеть не будете. И если она произойдёт ещё раз, вы уже такому человеку доверять не сможете. А значит, и жить с ним также у вас возможности нет. Строить совместный быть, совместное будущее, вести совместное хозяйство. А вы таким человеком, то есть человеком ненадёжны. Не можете и не хотите. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в Суличку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим, буду благодарен. Пока. Желаю вам удачи и всего доброго. Продолжение следует...